Ничего не надо тут нажимать, только покажи нас обедающих. Потом на бульдозер направь. Упов Сергей Павлович, я сказал, что у нас кинолог есть, чемпион России. О, вот это да. Посмотри, под деревом березка, как нам тут удобно. И ветля-ветла посередине. Вкрывает нас от солнца. Видишь, у меня какой-то дастархан-то рос. Сегодня очень еленный барабаш готовить. У нас сегодня день-то постный. У меня поэтому постный. Я весь откликаюся. Ты везде красный кирпич, а помог развозить. Это мне Мария сегодня готовит. Королёва. Раньше Никита приносил. Наверное, и Никита там на камне заняты, да? Вкусно готовит. Сколько привезли машин-то? А? Сколько привезли ко мне они? Ну, при меня. А, одну машину свалили? Он боялся ехать. Я говорю, ты давай с разгону. Он проехал. Тогда поехали на Платину. Второй мостик он проехал. А тут узкие. Я говорю, ничего себе узкие. У него колёса такие. Ты же не такой широкий, как бульдозер-то. Аж машина старая не виляет. А то на дне будем. Шараш архипетанта нас не будет доставать оттуда. Это он. 13-кратний чемпион мира. По подобному плаванию. У нас у каждого своё. Ему варят на мясе, а у меня на бабах. Смотри ему, когда корзинка какая. Я увидал у Романа и выпросил, чтобы не давить. А вот там мне огурец. Трут. И присылают. Спросили, а рыбу будете запускать или нет. Я говорю, до нынешней уже не будет. Весной ложим. И главное нашли. Тут тропинка-то маленькая. Он в головную розыск приезжал. Я не понял сначала, что за машина. Подумал, что ты. Так что в следующий раз, Сергей, подумай, прежде чем ехать. Ну, никогда, ни разу он приезжает, начальник. Кудого слова не сказал. Ни разу. Спросит, как он работает. Отношения с администрацией района. Я говорю, а я никакого отношения не имею к ним. К нам не лезут, а нам больше ничего не надо. Я раньше разувался. Что-то он в пробку живет. Ну, это мешает откручивать. Ножик дать. Не надо. А что, говорит, ты шуешь-то, а? Зубы чищу. Тут какой-то был одно время. Он приезжал в лагерь был. Приехал в Барнолу и рассказывает. У него охота что-то не расположенной ко мне. Он говорит, огурцов много тощит. Огурцов много. Так много растут. Это вода. Тут жирности нет никакой. Нулевая. И главное, вина какая-то, что огурцы. А люблю. И себе не отказываю в этом. Мне нравятся огурцы. Не горькие, ничего. Когда своих нету, Дедмила я ничего приносит. Кто не анила, Лена дает. Не бросишь ничего сами. Хорошие люди. А что же у меня покрышки нет? Ну, за хлебом покрышка. Вот, закрутим. Да. Полторашку квасу. Хороший квас. Будешь пить? Квасу. И полторашку этого. Ну, что там? Компот. Ну, даже смешано мне. Ну, куда не делись покрышки-то? Две покрышки не хватает. Может, сумки обратно заложили. Крутая сумка под кепкой. Для того интересно, главное. Ну, ладно. Пойдем. Может, под меня они попали. Вот, обедаем мы. Батюшка собак. Там руки только туда не суй. Ничего не нажимай. Там, смотри, цифры бегут. Добрый день. Добрый день. Добрый день. А что тебе телефон не отвечает? А? Телефон почему у тебя недоступен? Звонил, звонил. Ну, в ямку нету. А-а. Связи нету. Когда мне звонят, я должен на бугор залезть. К начальнику главноурозка приезжал. Так я вот, я-то узнал только. Я думал, что это Андрей проехал. Машина-то такая. Я смотрю, Андрея встречаю. Андрей, ты куда ездил? Да никуда не ездил. А что? Да это, говорит, милиция. Я показывал дорогу, куда ехали. Андрей, говорит. Ну, да. А как нашел-то? Как тут найти-то трудно было. И съезжают, как будто домой приехали. Ну, он им показал их, куда ехать. Ну, показал деревню. Но другое дело здесь-то. Ну, он их направил. Ехайте прямо и все. Ну, прямо они были. Ехали туда. Куда? Ну, дальше-то проехали. Повернуть-то где? Где? Ну, они по деревне ехали. Из деревни ехали. Здесь-то где они думали. Видимо, трактор гудит, они услышали. Ну, так же, услышали. Видать же, честно. Дальше дороги-то нету тогда, да? Нефроток-то на. Путупик. Ну, и что они? Какой-то сотрудник. Так не понял, какого района. Какую-то связь там, Рубцовку или кто. Ну, вот поближе решил познакомиться. Он начальник уголовного розыска везде рассказывает. И каждый раз кого-то привозят знакомиться. А я думаю, как охрану выставили, чтобы тебя, как этого, охранящий приезжает. Ну, так а что он? Мало что-то побыл-то. А? Мало побыл-то. Поговорил, поговорил. Сайт подарил ему визитку. А я говорю, в прошлый раз-то вы были-то, я выставил ролик. А как называют-то? Я говорю, нас посетил начальник уголовного розыска. Отношение корректное. Надо посмотреть. Один был, снимать некому. Когда уже в Шагбину стали садиться, я тогда снял. А он никогда не против. Первый раз, когда приехал, вот тогда он что-то сказал. А что снимаете, для чего? Мне нравится, я снимаю, я говорю. Добретов нигде никаких нету. Хорошо у вас здесь как? В тенечке, прохладно. А? Хорошо, говорю, у вас здесь как? Я тут вырезал веточки-то, теперь он сел. У меня нож с собой. Как шалаш. Посмотри на пони, датюшка ему. Раску попробуй, какой-то. Не, я не буду. Вам квасу дать? Да, можно. А ну-ка, в что-нибудь давай. Я на машине, я за рулем. Посмотрите, посудина какую. Нельзя. Вот тут был огурец, на одноточный. Не побрезгивайте, ничего? Да, дайте. Кваса хороший. Держи. Виктор Михайлович, Арсеньев, это угрюм река. Там следопуть такой был. Вот Арсеньев был. А я Арсеньев. Ну, видимо, так тоже. Там одна буква, что там уже. А, да, все равно. Арсеньев. Ну, еще. Одна буква много, значит. У меня и Аким. А когда билет оформлял в Америку, там вместо К, они Х поставили. И Аким. И Аким. Это по-немецки, это. Так и есть, Аким. И когда оттуда, это, владыка прошел другие, а меня задержали. О, вот я перепугался-то. Думаю, все, они улетят. Повели меня туда-то, это. Давай, куда-то звонить. Мне тут пришла, значит, старшая, видать. Посмотрела. Ну, что-то спросила меня, так ничего. А потом, она по-русски разговаривает, значит, русская. А, это, говорит, у них, это, в Европе, говорит, так, говорит, там они, это. И Аким. А, пропускайте, говорит, все, меня выпустили. Я так обратно. Думал, все. Это, компот будешь? Нет. У меня еще компот есть. А, да. Последний раз поппеть, это. В Заполярье я летел. Все, в Якутск прилетаю. Главное, в депутатские билет спокойно дали. Ага. А в Якутск прилетаю. Билет брать мне не дают. Я говорю, почему? У вас паспорт просрочен. 45-то надо последний раз менять же. Ну, да. Но паспорт просрочен. Ну, туда-сюда, куда делали? Деваться. Пришлось начальнику аэропорта идти. Через него. Он, а почему просрочил, как просрочил. Я говорю, а где я его поменяю? Если я в Турдии на участке жил. И тем более прописка у меня осталась местная. Там мне только временное дело. Пое-как выхлопотал билет. Сейчас раскрыл. Баночки две. Три баночки. Покрышка одна. Все обыскал, нигде нет. А они две. В этой покрышке. Одна в другую. Три. Плотно. И я взял в руки. Не могу понять, где-то куда. Посмотри, как он успевает улететь. Вот сидит. Говорят, у него глаза, обзор. Говорят, кругом он видит. А вот я фуражкой когда бью, ну не твоей щеплышкой-то. Моя фуражка, она такая серьезная. Он не успевает. Он, видимо, думает, небосвод падает на него. А как трахнул он долой. Ну вот я, вот сейчас, я рукой, раз, он уже улетел. А вот тебе присядет, ты посмотри, вот я сделал. Он не улетит. А он сейчас не сядет уже все. Ну я не знаю. А вот смотри, я его сколько раз согнал, а он... А ты показал фуражку, он все же не садится. Ну вот такая штука. Приехал Игорь, барабаш. А там не застряну я, переехать надо этот, первый мостик-то. Я говорю, давай с разгона. Он с разгона только прошепелявил на той стороне уже. Я говорю, ну а теперь поехали туда, на второй мостик. Заехал он. А что-то узкий. Я говорю, не виляй стороны в сторону, ты, что у тебя на... По прямой езжай-то. Первого, следа никакого нету. Первый след Игорь проделал на самосвале. Выехал туда. Начал разворачивать. Говорю, зачем разворачиваться? Задом-то. Езжай, вот смотрю, поле. Дальше разворачиваюсь, ковыль. Правда, он развернулся. Вот это все. И обратно проехали. Ну и как? Ой-ой-ой. Подняли мы на сколько? Где-то больше метра. Больше метра. И все это выровнено. И на ту дорогу плавно так сходит. Ладно, теперь поедут по дороге-то сюда в сенах к нам. Я ему сказал, начальнику уголовного розыска. Говорю, поедут воровать-то. Придется ловить, опять к вам обращаться. Сдавать-то куда их? А что, мы им сдаем, они... Мы в эти двери, да, они там уже их выпустили. Но больше они не идут. А? В одни двери вы сдаете, они... Мы поймали здесь вора, поймали. Они приехали. Вы не имели права его ловить. Вора. Не имели права. У него документы взяли. Вы не имели права. В милиции даем документы. Он говорит, я не беру документы. Почему? Да, вот чудо. Не слыхал такого. Нельзя, говорит. А он стоит, улыбается. Ну, одна шатия шайка, это лейка. Ну, как это так? Так люди подумали, в интернете так и отзываются. А здесь поймали вора, наоборот, бы там благодарность, медаль какую дали бы, чтобы... Он пошел в туалет, они отпустили. Он-то может что угодно сбросить. Ну, и ничего потом, что, ничего ему не было там. Ну, главное-то, что нет больше этих воры-то больше. Ну, да. Ну, они испугались, они милиция. А кто-то скажет, стой, знай, что они эти, поймают еще что-нибудь еще. Как Четыркино тогда? Больше не стал приезжать? Он не, живой, нет? Живой вроде. Живет, говорит, еще. Раз шесть, что ли, судимый был за воровство. И у нас своровал насос. Ну, его поймали, сразу высидели где, участковый приехал. Он говорит, если вот до вечера, говорит, не расплочишься, то тогда заявление это... Я дам ход заявлению. Ну, а чем у него дело? Он же продал насос-то. Что есть? Ну, два поросенка у него были, там, месяца по три, наверное. А потом что? Приехал, забирает, обратно отдай. Кого? Поросяк? Нет, не отдал. А? Нет. Нет, нет. Он матушке так и отдал два поросенка. Он угрожал ей. А ему мы сказали тогда, еще раз, если появишься здесь, то тебя, значит, выпарим и сбрую твою заберем. Он на коне ездил. Ну, больше он не приезжал уже, все. Да, как он-то сожительницей распорил, а она ему тогда и говорит, если ты будешь так делать, я расскажу, как ты овечек у них воровал, там, муку воровал со склада. Вор. Ну, что, барана, барана, о чем мы там жарим? Шесть раз судим за воровство. А в Америке, говорит, три раза только судят. Третий, это пожизненный. А Гриша Гончаров был тогда, это, на фене Микушиной-то. Да? Гриша Гончаров жил на фене Микушиной-то, женатый был. Ну-ну. Ну, так что он? Он на свободе полгода больше не жил. То залез в секретине, подушке, две подушки, своровал. Потом в магазин, потом залез, там, взял ящик водки и, там, конфет на килограмм. Он не может без этого. А мы с котниками, я работал-то, и с ним силы сбросаем, он сел, да, как скучно здесь. Я так, как, дядя Гриша, да как же скучно-то. Он как, не, надо, говорит, мне домой собираться. Он приедет, пока полгода живет, фене заготовит, дров, ей там подремонтирует крыльцо, крышу, все. И опять пошел года на два, на три. Там уже дом родной для него. Да! А он интересно. Григорианс пишет, были легенды Востока, называется книга. Однажды, говорит, мы слышим, говорит, кричат, сук, сук, сук. А что такое? Вора поймали, некоторые в жизни не видали. Пыль, говорит, такая стоит. Вора тащат. Ну, видимо, поймали сворованным. Вот когда есть свирь-то, начинается фильм, он идет, глазами смотрит, потом сцепил и бежать. Ему сразу отрубают руку. Мы, говорит, когда возвращались, говорит, ну, где-то они там были, говорит, к воротам базара прибита была кисть руки, почерневшая от солнца. Все. Власть жестоко поступает. Два раза только, третий раз, первый. Какой рукой воровал? Один вопрос задают. А потом сетир башка. Ну, у нас так нельзя. Небось. Вот ездили в Барнаульске, два, на велосипедах по Китаю. Ну, приехали, интервью тут давали. И спрашивают, что больше всего вам запомнилось? Надежность. Вот, понимаете, говорит, я на остановке остановился, еще-то уйти надо куда-то. Я велосипед просто поставил и пришел. Можешь золото, говорит, мешок поставить, и придешь, говорит, и через год будет стоять, никто не возьмет. А почему? А закон такой. Я читал про них, когда-то в Ганминданах это были, захватили власть. Это что-то тюк-тюк, говорит. Фуражку. Никто не понял. Фуражку давай. Ну-ка, подожди. Ко мне. Подожди, ко мне. Руку потяни. Все. Куда он или все? Все, все, все. Он в траве лежит. Вот он, помирает лежит. Вот он, вот он. Вот он, возле пальца. О-о-о-о. Я тебе сказал. Он не успевает даже спохватиться уже на том свете. Да, живой он, живой. О-о-о. Плотную, покажи ему. Маленькие. Поросяжки. У Петра Первого был еще указ, чтобы вешать за воровство. Знаешь? Ну, он указ-то подписывает. Говорит, кто его там? Менщика был? Не подписывай, говорит. Почему? Так ты, говорит, без подданных останешься. А что? Да воруют все. Что и здесь воруют? И ты, и я ворую. Нет, не так немножко было. Маленько не так. Это на работе пришли. Слыхали новости, говорит, начальник наш, говорит, играл, говорит, и выиграл машину. Один, говорит, да маленько не так. Не он, говорит, а сын. И не выиграл, а проиграл особскую машину. Так и здесь. Он подписывает, говорит, Петр сказал, если будет своровано, даже на одну веревку цена повешать. Он говорит, да ты не император будешь кого-то, а всех перевешивать придется. Двое не воруют, и как то ты, да я, говорит. Мы вдвое с тобой, говорит, не воруем. Так. Ну, ладно. Ну, все, Сережа, можно забирать. Получилось у нас славно. На. Ну, ладно, господи, я поехал узнать, что с телефона осуществляют, думаю, я там. Эй, это твоя. Мы нарисовали, Лед.